всем привет продолжаем искать баррад прошлой серии курьер нам выдал письмо так ну не отображается квест не отображается ну вот письмо он нам выдал и с этим письмом нужно отправиться на тунгуску к митике по моему так пойдемте на тунгуску здорово митек они близко они рядом так вот про старика с баррадом надо спросить старика не видел с баррадом нет только мельком они как призраки но когда рядом держись просто так меня не отпустят отовсюду видят и ждут один неверный шаг мигом шлёпнут сколько их их два старика баррад ну и что дальше так вы взяли задание артефакты для митки ты поможешь мне я охотился на них но теперь я сам их загнанная жертва я отсюда никуда не сунусь а так прижмут рвану на новую а как прижмут рвану на новую землю да там спокойнее нужны артефакты 2 проводник чтобы совершить переход и грелка чтобы согреться ведь там очень холодно хоре у тебя не треснет митька проводник ему нужен чё серьезно что ли ну-ка серьезно награда свх 12 что за свх 12 и 15 тысяч опыта артефакт проводник поможет митьки в случае опасности сбежать своим друзьям на новую землю нитька попросил найти грелку так ну грелка вроде бы как выпадает из йети как мне сказали ну или есть из собак там что ли которые там тусуются нет наверно все-таки из йети а вот проводник ну сейчас покажу места где проводник респицы я знаю два места которые на l2 и какой какая там . в окрестностях любичи где пещера паука на рядышком и на тунгуски где ведуны шастает сейчас покажу эти места для тех кто не знает ну и грелку попробуем выбить из йети вот первое место где проводник респицы квадрат l2 второй сектор это такой большой stonehenge самый большой добираться сюда нужно вот по таким красным ну по дороге встречаются эти такие красные аномалии это позитивный близнец в нем накапливается вот видите такой эффект доброго близнеца добрый близнец и пока он пока он у вас есть пока не кончился у вас не долбит негативный близнец ну то есть собственно вот сейчас вот я по нему иду видите вот появилась злой близнец раньше позитивный негативный сейчас злой ну вот по таким точкам передвигаетесь добежали накопили ну и до следующей вот таким макаром поэтому ущелью сюда добирайтесь но наверное это уже все знают кто смотрит видео ну вдруг какой-нибудь новичок посмотрит вот знаешь что надо накапливать вот в таких и передвигаться и вот здесь кстати аномалии телепорта тут также есть вот здесь в центре появляется артефакт проводник довольно редко пару раз что ли в сутки или даже один раз сутки я уж не знаю там не слежу на форуме за этой фигней за проводником как он там меняет постоянно то он в одно и то же в определенное время тором дом на по моему как-то был на данный момент я не знаю возможно когда кто-то будет смотреть это видео там не знаю через год уже по-другому все будет смысле респ его будет рандом то что он тут будет респаться это по-любому вот время его ну вот в общем вот здесь ищите проводник постоянные войны за этот проводник идут целыми кланами ходит в одиночку практически нереально но если вы там не терминатор какой-нибудь не супер задрот все четко знаете умеете играть не знаю наверное против клана все-таки в одиночку невозможно его взять просто если повезет что никого тут не будет вы в одиночку сможете его поднять так это чудо с экран не видно пойдемте на тунгуску сейчас ой на тунгуску на караван на худые озера покажу там еще место где появляется проводник и так вот где я нахожусь в квадрате ща 6 ща 5 вот здесь появляется проводник ну ближе туда вот вверх по картину даже нужно идти у меня где-то есть видео даже в гайдах что ли для тоже в летсплеях я уже показывал кручить вот тут даже деревья такие какие-то особенные такое особенное место выделяется ведуны также тут шастает и вот здесь в этом месте нужно искать проводник тоже желательно с включенным называет а делать и куча аномалий здесь лучше идти или с доктором с кем-то в одиночку тоже тут ну сложно во первых конечно же нелегкая сама локация по себе каравану что кто-то прикрывал ну и лучше чтобы это был конечно доктор чтобы капельку снять но если вы сам не доктор опять же из аномалии помочь нам вытащить поднять ну артефакт конечно же такой редкий дорогой из-за того что вот добыть его сложно вряд ли он сейчас нам тут попадется он видимо тут так сделано что он появляется и ну не будет так и валяться пока его кто-то не поднимет может быть минут 15 повисит а потом исчезает скорее всего так если его никто не поднял то через какое-то время он тупо пропадает а он и боров готов с видом он точно такой же как и серый проводник на артефакт проводник он похож но только в миникарте ой в этом миникарте в инвентаре он другим цветом а так по моему один и тот же что такой что проводник что серый проводник визуально один и тот же так ну ладно не будем тратить время место показал это точно что здесь появляется проводник это даже вот сигнализирует так сейчас покажу вот этот значок видите зона принудительного пвп это говорит о том что все вывод в этой зоне респ артефакта тот же самый значок появляется и на л2 все теперь пойдемте попробуем выбить грелку еще раз напомню что я снимаю на тестовом сервере а то зачастую спрашивают почему почему тебя не убивают почему там урон не наносит аномалии ну потому что я снимаю это видео на тестовом сервере и тут можно сделать это в режиме бессмерти вот почему как попасть на тестовый сервер тоже спрашивают постоянно никак туда не попасть то есть ну в смысле я имею ввиду что без разрешения разработчиков никак если хотите туда попасть обращайтесь к разработчикам я ничем не могу вам помочь как туда попасть так снежок не надо боеприпасы что неужели они действительно выпадают грелки из йети или нет все таки или какие то тут аномалии все таки есть но вот часто спрашивают как поиграть на тестовом ну как стать наверное бета тестером можно на форуме есть группы тема где можете написать но я не знаю если именно вы так и напишите там что просто хотите там поиграть вот как у меня спрашивают как зайти вот просто хочется поиграть на тестовом напишите вот что хотите вот поиграть там обратитесь в тему ну вот вряд ли вам дадут доступ из-за того что вы просто хотите поиграть ну или способ еще дождаться пока разработчики сами вам предложат попасть на тестовую серию что-то сделать такое что они сами вам предложат так снежок как попасть не знаю я в общем как попасть на тестовый я туда не стремился мне разработчики сами предложили за что им огромное спасибо как вам каким способом туда попасть я не знаю так ну что не буду я наверно тратить время на этих йети оооо ну ка испорченный корпус о стоят хвост собачка уйди все снежки одни ну так че получится или нет грелку то выбить из этих я уже какой раз тут прихожу в эти ангары около костерка стою греюсь потом прихожу ты посмотри какой он живучий сдох как-то странно сдох но если сейчас из этих вот не выбить то фиг с ним у меня уже на самом деле есть грелка это же чудо тестовый сервер ну хотелось бы конечно выбить показать я думал может быть уже по другому как-то грелку эту искать но она нет почитал поискал инфу до сих пор она выпадает из йети вроде бы как вот у меня чуть не выпадает видимо редко выпадает но у меня нет времени сейчас полдня провести тут чтобы найти эту грелку убивая йети у меня задача записать ролик так что еще разок вот сейчас проверю прошвырнусь нет иначе нет кстати грелку надо у костра заряжать и потом так вот она у меня есть уже и проводник и грелка так написано было что надо заряжать блин отстаньте ну-ка давайте посмотрим излечь заряд ну вот скорее всего этот артефакт артефакт греть будет давайте вот почитаем такие артефакты можно встретить в зоне повсеместно они прочно вошли в жизнь простых людей их свойства давно всем известны а уровень опасности считается не больше чем у коробка спичек или зажигалки главный недостаток маломощный заряд но извлечь его достаточно легко поэтому многие склонны считать это еще одним плюсом так и вот самое интересное там сейчас как раз и я не прочитал ну-ка этот артефакт простативный источник тепла температура его поверхности нередко досягает 50-60 градусов по цельсию как разогретая печка грелка может обжечь голую руку но любой сталкер знает нет надежнее помощника в дальних заснеженных уголках зоны правильно используемая грелка спасет от лютого мороза от обморожения и воздействия ледяных аномалий раз чувствовавшиеся путники чья жизнь без грелки несомненно бы закончилась в непроходимых снегах прозвали артефакт волшебный уголек короче хрен знает как в этом заряжать ну вроде бы как надо заряжать видимо заряд именно грелки сама грелка сама по себе она не греет вот я не вижу по крайней мере никаких блин ну что не так это проводник вот это видимо грелка да ну-ка грелка ну нет никаких не вижу этих бафов дебафов да смылься ты вот грелка все-таки выпало ну у нас уже есть все пойдемте отдадим митьке артефакт митек я принес себе арты вот грелка и вот проводник все они уже у тебя у меня да да у меня я теперь спокоен но я больше не вижу их кажется они ушли жаль так кто куда ушли не знаю но когда они вернутся я буду вне опасности так давайте посмотрим что он там выдал то нам из ВХ а это прицел снайперский прицел кахалец какой-то охотничий прицел с большим объективом и просветленной оптикой созданный на основе СВХ-8 добавленная оптика позволила увеличить кратность в полтора раза на чем цепляется то интересно может на баррот как раз ясно так гайку в топку прицел пока оставим так в заданиях появилось что-нибудь нет ничего не появилось в общем сейчас нам нужно снова к курьеру получить второе письмо так курьер есть новости какие-нибудь стой для тебя есть еще письмо еще одно да прости его по пути вскрыли зацени похоже я недостаточно ясно выразился в прошлый раз ты не только продолжаешь ходить за мной ты цензура помешал мне убить этого митьку в итоге я потерял заказ если цензура по хорошему не понимаешь мой баррот все объяснит ходи теперь оглядывайся подпись ГОБ так что за ГОБ похоже у тебя появился поклонник слушай если это проблема я рекомендую поступить как с любой другой большой проблемой обратиться к сильным мира сего найди людей которым ты симпатичен не мог же ты всех выбесить так ты наверняка кому-то помогал на кого-то работал короче напомни этим людям о себе если они хотят увидеть тебя снова ты дол то должны прикрыть твою попавшую под прицел спину и к кому же мне обратиться вот слушай я не знаю с кем ты успел подружиться и знать не хочу но от себя могу посоветовать сержанта Дибенко он за местные военные силы отвечает и по-человечески относится к сталкерам нормальный мужик раньше сталкеров прикрывал полкан ныне отставной полковник ты о нем слышал но он где-то рыбачит ходят слухи что поддался на Тунгуску не спрашивай как туда попасть капитан Шперлинг водит нехилый отряд наемников ну в общем понятно сейчас все объясню спасибо за совет в общем нужно получить заработать репутацию у одной из фракций у военных нужно 60 тысяч и поговорить с Дибенко потом сталкерскую репу надо 30 тысяч сталкерской и поговорить с полковником на Тунгуске с вороньем лесом со Шперлингом можно поговорить для этого тоже понадобится 30 тысяч репутации у вороньего леса и плюс еще 100 тысяч рублей он попросит Шперлинг у белых у белых можно заручиться поддержкой через наставника Михаила 60 тысяч нужно репутации у белого братства и должен быть должны быть выполнены квесты братство чистильщик и миротворец вот так ну не знаю давайте сделаем через Дибенко он ближе всего так репутация ну все репутация соответственно 60 тысяч хотя возможно 60 тысяч 1 там надо ну чтоб перевалилось за 60 ну сейчас посмотрим может быть и ровно 60 или 100 дальше Дибенко белые так белые как-то в рации у кого-то есть новости с передовой наверное вот этот нужно вопрос задать для тебя боец есть спецзадание нам удалось занять юго-западный сектор но судя по последним донесениям дела идут неважно найди курьера у дома культуры и забери ящик с патронами и этот ящик нужно доставить на дальний пост квадрат Д12 и давай мухой нога одна нога здесь другая там разве там не опасно тут везде опасно не дрейфь боец зона еще сделает из тебя солдата никто не просит лезть на рожон ящик нашим без геройства есть ну по-моему это что-то не то да нужно теперь поговорить с курьером а то что этот ящик он дал это фигня какая-то и по-моему и по-моему даже нужно подождать полчаса или час реального времени и только тогда поговорить с курьером давайте сейчас поговорим а раньше так по-моему было видите в чем дело я вот сейчас вот эти квесты делаю на живую так скажем я их не пробовал раньше ну на твинке никаком не экспериментировал чтобы без запиночки прям делать все делаю вот первый раз вместе с вами вот именно вот эти сейчас кресты поэтому не злитесь если какие-то фейлы будут ну сейчас вроде как по инструкции нужно подождать полчасика и поговорить с курьером ну давайте сейчас не буду ждать поговорим если он ничего нового нам не скажет то попозже загружусь вроде горит курьер так рации про мутантов я за патронами для солдат ну-ка вот ваш груз мы бы сами доставили но бандиты постреляли моих людей так что ваши армейские еще в долгу остались кстати сам поработать не желаешь но когда освободишься и если жив будешь там видно будет рюкзак а может быть все таки это надо задание выполнить хотя скорее всего нет это какое то оно не относится к делу доставить груз в юго-западной части окрестившую в квадрате D12 а где это? куда это надо доставить? D12 ну пойдемте сходим вот по заданию вот этому если бы он вез патроны нужно доставить груз в квадрат D12 на пост но тут нет никаких постов в квадрате D12 карта 1000 хотя бы не зависает вот D12 я тут все облазил нифига не нашел никаких постов тут нет может быть имеется ввиду пост который вот здесь как раз но это не D12 это какой там да карта двигайся A10 вот что это такое журнал задания обновлен ну-ка может быть вот этого надо отдать что он обновлен то? что тут обновилось? ничего не понимаю давайте попробуем через полковника короче поднять ну заручиться полковнической поддержкой потому что с этим дебенкой я так и не понял ничего вот он вручил эти ящики эти патроны груз короче если бы он вез патроны в квадрат D12 я там все облазил там ничего нету куда что доставить не понимаю я давайте-ка попробуем через вот этого так наслышан на тебе сталкер нет желания принести пользу обществу так не надо вот посмотри-ка письма вот эти с угрозами у старых сталкеров принято помогать друг другу заботиться о своей репутации и мы тебя не забудем я могу шепнуть об этом человеке нужным людям тем более что его видели здесь на Тунгусске но если нужные люди не знают кто ты у них нет причин тебе помогать так что боюсь не ко мне нужно обращаться с таким вопросом если ты ступи в зону успел завести таких врагов может тебе не место среди сталкеров сколько у нас сейчас где-то старые сталкеры тысяча шестьсот пять надо тридцать тысяч все есть тридцать тысяч пробуем разговаривать ну-ка еще раз посмотри письма с угрозами мы своих не бросаем я знаю смельчаков которые ходят по самым опасным районам зоны где бы не прятался твой недоброжелатель мы найдем его рано или поздно ну вот все наконец-то этот помогает вроде бы теперь нужно вот да здесь через полчаса поговорить с курьером прошло полчаса давайте попробуем поговорить с курьером рации слышал про мутантов что нового тебе пришло еще одно письмо ну давай давай скорее гони у нас только личной корреспонденции в одни руки даже старшие чины не получает смотри что он пишет на сей раз а чё он мои письма вообще читает не понимаю еще и гордится этим мне сам читает их офигеть твои друзья совсем меня затравили ну это письмо уже он читает видать помогли связи да так и быть все с меня хватит ты победил пора на покой я давно готовил путь отступления не пытайся найти меня я завязал больше не будет смертей ни от моей ни от моей руки отсюда пути наши расходятся незнакомец навсегда а чтобы не было соблазна тебя пристрелить я продал свой барретт быть может торговец оставил его себе или перепродал чужие руки впервые в жизни чувствую себя предателем если ты найдешь или выкупишь мое ружье позаботься о нем сталкер подпись ГО вот так без Б видно Б было от барретт поздравляю сталкер наконец то мы от него избавились так интересная история жаль что его пуха утекла будет теперь пылится весь мешке какого-то барыги не будет пылится мы ее его то есть найдем так это опять это если бы он взял вез патроны дурацкое задание и заметьте вот это задание вот сейчас идет по линейке барретта оно нигде не отображается ничего то есть вслепую все это нужно делать и сейчас нам нужно пойти с Гречкиным поговорить Гречкин я ищу барретт хо-хо эко ты замахнулся но по старой дружбе отвечу был здесь один старикан и он продал мне барретт чем негаданно меня удивил к счастью дела наши идут неплохо благодарю тебя и я смог позволить себе такую покупку но я уже перепродал пуху маслову так как не рискнул держать ее у себя можешь спросить его уверен он тебе поможет если сам еще не продал ну отправляемся к маслову маслов Гречкин сказал у тебя барретт есть ситуация сложная но я ценю твою помощь поэтому отвечу есть еще один покупатель старый сталкер по имени Микитыч он был готов выложить за барретт два лимона и даже отдал половину суммы я отошел колдовщику так как не держу такой товар при себе а когда вернулся Микитыча здесь не было он куда-то пропал и я до сих пор его жду так в чем проблема ну видишь ли доброе имя не позволяет мне отдать товар после того как я взял залог с доброго человека я должен знать что он уже точно не вернется или передумал по какой-то причине если ты сможешь найти его и убедить отказаться от покупки я с радостью продам бар от тебе понятно сейчас нужно поговорить с Имарьком Имарек ты видел покупателя Маслова? да старый сталкер с рюкзаком денег точно он пришел к Маслову вытряхнул полтора лимона уже полтора лимона и ясен пень привлек много лишнего внимания пока Маслов говорил с кладовщиком один шустрый малый умыкнул старпера рюкзачок сталкер погнался следом они скрылись за домами убежав в сторону болот больше я их не видел но слышал позже и кое-кто из спутников подтвердит были выстрелы в тех краях так спасибо за инфу короче теперь нужно направляться вот сюда вот на островок к Татарину там этот Микитыч обитает вот он он Микитыч ты? да-да это я чего тебе? это ты пытался купить бард? да ты от Глеба Маслова какой-то малец обокрал меня пока Маслов разговаривал с кладовщиком я погнался за вором мы перевалили через холм ушли из безопасных мест стали стреляться оказалось что у малого трое подручных в засаде я попытался отступить они начали травлю хорошо что люди Татарина меня нашли ну ты как вообще сам-то? говорят жить буду но один из выстрелов пришелся в колено боюсь дни сталкерства для меня закончились здесь безопасно и спокойно пожалуй я останусь в этом лагере он этот как охранник из Скайрима когда-то и меня вела дорога приключений а потом мне прострелили колено так ты откажешься от покупки барда? есть у меня одно незаконченное дело ради него я так вооружался я охотник долгие годы искал легендарного мутанта металлурга кое-кто величает его непробиваемым и мало кто всерьез верит в его существование я видел этого мутанта лишь однажды в окрестностях везувия я не могу уступить тебе бард но если ты убьешь металлурга своими силами и принесешь мне его гайку я оформлю отказ от покупки ты сможешь выкупить бард вместо меня так понятно теперь значит металлурга надо убить но это это фигня металлурга убить но вот какую-то гайку от него принести про это я впервые слышу блин собаки в подъезде разловились какую гайку победить металлурга о задание стало отображаться надо же по этой линейке но только когда будет повержен легендарный мутант металлург ну да скорее всего просто убить давайте убьем металлурга для этого нам нужно отправиться на везувий на завод вот я где нахожусь для начала перестреляем всех собак чтобы они не мешали нам убивать металлургу что же это за звук такой г г и вон там за воротами тоже надо поубивать собак заранее а потом вызывать металлурга вызывать его надо убивая вон этих ворон так убиваем собачьих чтобы не мешались всех прям валить не обязательно вот которые тут близко прямо шиваются чтобы они не мешались вон там появляется металлург ну чтобы он появился убиваем ворон отвали так вроде бы достаточно пять штук убить ну сейчас посмотрим одна вторая сгинь шариков вверх третья да что ты падай четвертая и пятая давайте шваркнем так все вроде бы пять штук смотрим тебе тоже надо убрать вон он металлург ну и начинаем мочить ну металлурга убить это вообще как нифиг денег ну если конечно никто не мешает из других игроков он кидается какой-то фигней типа как аномалия паутинка как эти василийский такой же чем-то сковывает движение то есть близко его лучше не подпускать к себе тактика простая или вот так вот не подпускать его отбегать вот он кинул фигню какую-то или не подпускать его вот бегать от него постоянно перезарядился отстрелился отбежал стрельнул или вот забежать куда-нибудь например на мост встать там где он не будет доставать и убивать так проще всего ну у меня есть где-то коротенький ролик наверное все уже видели как убить металлурга там даже комментарии не нужны вот сюда забегаем на мост блин как отдача трясет лишь бы его сейчас не завалили вон те ребятки на костре все и вот здесь его уже валим спокойно тут он не достанет возможно даже он встанет сейчас как-нибудь так нет не очень хорошо встал ну да ладно будем каждый раз так подманивать да патронов надо дофига на него иди сюда куда пошел эй сюда сюда ай свалился а куда он собрался интересно ну че меня обойти как-то хочет там же закрыто интересно какая у него траектория сейчас как он собрался меня достать ну где он а блин вот этот звук хел 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 где металлург кто он пропал ничего не понимаю где-то лечится где-то лечится уже стоит сюда иди спрятался я что с тобой в прятки тут играть буду что-то думаешь ну тут он вообще встал что-то заглючил ну и хорошо нам же лучше если бы не еще это гейл гейл чё ж за глюк такой кто грядет непонятно звук лешего но это не леший чувак какой крепыш готов сюда павлин предмет крупная а это от него что ли это он так шумел офигеть и вот выпадает из него четвертая карта и первая но может четвертая не выпасть только первые Может быть, даже, по-моему, вообще никакой карты может не выпустить. То есть, не всегда четвертая карта. Все. Так, крупная гайка автоматически добавляется. Квестовый предмет. Пойдемте назад к этому, как вот там, Микитычу. Микитыч, я победил Металлурга. О, это великая победа, сталкер. Несомненно, она прославит тебя среди охотников. Да какая великая, обычный мутант. Это ж не Дудда. Теперь бы мне еще бумагу для Маслова. Конечно, вот, держи. Я отказываюсь от покупки и даже оставляю свой залог в твою пользу. О, вот это вот, спасибо. Поэтому, если тебе все еще нужен бар, тебе достаточно будет внести остаток суммы. Спасибо, брателло. Прощай. Пойдемте к Маслову. Микитыч сучил нам рекомендацию. Еще и лимон свой подарил. Это ж вообще супер. Отлично. Маслов, у меня есть бумага от Микитыча. Как интересно. Он отказывается от покупки и даже переписывает свой долг на тебя? Ну, чужие дела не мои. Итак, если тебе все еще нужна эта пушка, я готов продать ее тебе. Как только передашь оставшиеся деньги. Один лям. Сколько? Миллион. Один. Лимон. То есть половину цены этой пухи. На, держи. А вот и твой. Опа. Где же он? Только что был здесь. Черт. Надо было вернуть его на склад. Что же теперь делать, проклятые воры? Возвращай деньги, свинья. Мы снова в непростой ситуации. Видишь ли, я хорошо тебя знаю и не сомневаюсь, что ты сможешь найти вора. Но вряд ли ты вернешь мне баррит. Скорее всего, ты оставишь пушку себе. Поэтому предлагаю поступить следующим образом. Я придержу твои деньги, пока ты ловишь вора. А ты можешь оставить себе пушку. Как только вернешь ее. Так тебе не придется с ней ко мне идти и совершать покупку еще раз. С чего ты взял вообще, что я буду ловить вора? Хитрожопый смотрю тоже. Маслов этот. Такой же хитрожопый, как и татарин. Ну тебе же нужен баррит. Это чертовски редкая пуха. Может даже единственная во всей зоне. Конечно, ты будешь ловить вора. И несомненно, найдешь его. А мне всего лишь нужны гарантии, что я не останусь в минусе. В минусе ты точно не остался. Ну извини. Не первый день знакомы. Уверен. Как торговец-торговца, ты меня поймешь. Какой я тебе торговец, идиот, блядь. Ну, на самом деле, лучше было бы, чтобы взять просто его за глотку, долбануть немножечко вот об эту стеночку, чтобы он описался вот на эту лавочку, отобрать у него вообще все деньги, ну и баррит тоже забрать. Вот так было бы, по-моему, самое идеальное. Но, к сожалению, разработчики не предусмотрели такой вариант развития событий. Ладно. Сейчас нужно отправиться в пещеру бандитов и поговорить с кем-то... С торговцем амуницией. Вот с этим чуваком надо поговорить в пещере бандитов. Баррит на рынке не появлялся? Нет. Такие вещи редко перепродают. Положил на него глаз, да? За 10 штук могу намекнуть, где его искать. Ох, ну на, держи 10 штук. Такое дело, парень, которому досталась эта пушка, был не из наших. Подрабатывал тут, договорившись с Филином. А когда братаны с другой ходки притащили странный артефакт, он так обрадовался, это надо было видеть, выкупил у них ту штуковину. Я хорошо запомнил, так как он сперва продал мне все свое имущество. Все, кроме Баррита. А заполучив арт, исчез. Не буквально, просто ушел, но мы его больше не видели. Что за арт? Странный, похож на проводник, только серый весь, будто в пыли. Я такой артефакт никогда не видел. Мужикам тоже стало не по себе. Они были рады от него избавиться. Зато парень, походу, знал о нем больше всех. Схватил и сразу смылся. Поминай, как звали. Думаю, дорогая штуковина. Или он просто чокнутый. А что он вообще тут делал? Скрывался от властей Любичи. Не исключаю, что за серьезные дела. Так как боялся военных больше бляков. Считал себя важной птицей. Утверждал, что таких, как он, много. И все прячутся в какой-то зоне, недоступной всем прочим. Не уверен, была ли в его словах хоть доля правды. Короче, нужно отправляться за ним сейчас в Серый Мир. Чтобы попасть в Серый Мир, нужен артефакт Серый Проводник. Серый Проводник респается в аномалии Телепорт. Ну, вокруг Стоунхенджей, навалом таких. Сейчас попытаюсь найти такой, показать. Вот я нахожусь рядом с одним из таких Стоунхенджей. Вот здесь. И вокруг него полно аномалий Телепорт. В них появляется Проводник. А также тут полно чушек. Других аномалий. И пауков. Доставать его приходится только с МЗА. Так не достанешь. Ну, потому что он в Телепорте. Как только залезешь в Телепорт, тебя куда-нибудь Телепортнёт. И не успеешь ты схватить Проводник. Хотя, может, кто-то и ухитрялся. Но вряд ли. Скорее всего, это невозможно. А вон и... Смотрите. Помните, я говорил? Этот ведун коричневый. Который не ведун. А как он там? Старец. Как же он называется-то? Забыл. Сейчас этих всех поубиваем. Короче, у которого появляется амулет. С которым можно быстро бегать. Вот он, он бежит сам сюда. А чё это он какими-то непонятными путями... Телепорты обруливает, что ли? Иди сюда. Иди, иди сюда. Давай, иди сюда. Но тут Телепортов точно нет. Иди, иди. Посмотри-ка, не хочет. Да ты куда собрался-то? Иди сюда. Говник, ладно. Лишь бы сейчас не поркнуло. Вот он, медальон ведула. Или как он там называется? Пророк. О, пророк. Старец я его там, как только не назвал. А вот меня поркнуло. И как обычно, в аномалию куда-нибудь кидает. Ну, не видно артефакт, а проводник. Ну, это не редкий артефакт, он достаточно часто появляется. Вот оно, кстати. Да, блин, стреляй. Так, у меня батареек нету. Да, нету. Достать его я не смогу. Ну, в общем, достать его лучше вот с МЗА. Потому что по-другому. Ну, вот. Четыре. Пять. Шесть. Девять. Я не понял, у меня что, были батарейки? А, ну да, точно, не заметил. Батарейки были. Вот, достал я его при помощи. МЗА. Все, пойдемте. Блин. Пойдемте. В деревню белых. В серый мир нас отправит вот этот чувак. Слепец. Ты пришел познать тайны серого мира? Серый мир? В зоне есть особые места, меняющие восприятие пространства и времени. В таких местах можно пересечь грань, разделяющую нашу реальность и ее альтернативные представления. Серый мир – наше будущее. То, каким оно может быть и каким непременно станет, согласно одной из вероятностей. Я могу увидеть будущее? Не просто увидеть, физически очутиться в нем. Но у всего есть своя цена. И какую же цену нужно заплатить? Помимо ран душевных и целостности рассудка, я могу отправить тебя в серый мир, но понадобится артефакт серый проводник. Родом оттуда. Особый проводник, способный вернуться в место и время своего образования. Кроме того, у меня к тебе будет просьба. Что за просьба? Сталкер, который уже побывал в сером мире, поведал про дневники и рукописи братства наших последователей и потомков. Наставник обеспокоен тем, что прах и кости будущих братьев наших детей останутся без должного погребения. Но это к делу не относится, в общем. Нам вообще-то нужно... Ну, не обязательно там выполнять все задания какие-то, там убить этого выверта, там, в общем, все это. Нам нужно найти, будет останки просто. Так, ясно. Так, что тут надо нажать-то? Каким образом я вернусь обратно? Так, я готов в эти серый мир. Так, у меня есть нужный артефакт. Все, и теперь нужно ждать, пока он отправит вас туда. Это как на арену, в общем. Записались туда и ждете. Тут то же самое и здесь. Вроде бы как был какой-то баг, что надо ждать очень долго. И так и не попадаешь туда. Ну, посмотрим. Я пока отключу запись. Все, я в сером мире. Когда сюда перемещаетесь, все вещи остаются у слепца. Ну, только квесты вот у тебя остаются, которыми воспользоваться не можешь. А все такие... Вот броня, оружие, патроны, аптечки, все остается у него. По возвращении забираете у него. Ну, они не автоматически он добавляется, а у него сами. Или автоматически. По-моему, автоматически даже. Да, и не надо у него забирать. Раньше его можно было как склад использовать. Сейчас вроде бы все убрали эту фишку. Не получится. Так, и здесь, в общем, нужно вот по таким развалинам рыться, как я понял. И искать останки сталкера. И вот где я нашел человеческие кости. Смотрите на миникарте. Возможно, они именно тут всегда появляются. Хотя, скорее всего, рандомно. Так, добавлен предмет. Человеческие кости. Оно не оно. В сером мире не лезьте вот в этот огонь. Старайтесь обходить его. Хотя он даже иногда жарит, даже когда далеко от него. Ну, как-то то ли баги, то ли что. Бывает, далеко вроде от него проходишь, жарит. А бывает близко. Нифига. Вот эти камушки, жгучий камень. Их можно использовать как оружие. Экипировать. Как гранаты, их кидаете. Тут мобы какие? Куст, злокуст, или как он тут называется. Вот их можно закидывать. Камнями этими. Но лучше просто не лезть на эти злокусты. Обходить их. А в конце, ну, чтобы отсюда уйти, нужно либо дождаться, чтобы время вышло. Либо убить выверта. Время дается, по-моему, 20 минут или 40 минут на локацию. Выверта убить. Чтобы убить, нужно вот в квадрате B3 и G3. Видите, такие длинные, как мосты. Там найти самострел и патроны к нему. И дальше вот двигаться вот сюда. Квадрат. Не пойму тут. В2. Вот второй сектор. Вот здесь этот выверт тусуется. Но нам нужен не выверт, а останки путешественника. Или кости путешественника. Вроде бы, как они вот в этих развалинах. Первым делом нужно их найти, если останется время. Вот эти урны с прахом, их тоже можно собирать и потом с помощью них опять сюда попасть. Либо проводник принести слепцу, чтобы сюда попасть. Либо вот эти урны. 10 штук, по-моему. А жгучий камень его с собой взять нельзя, он пропадает тут. Так что это исключительно местное такое оружие получается. Но я так вальяжно расхаживаю, на самом деле меня бы давно уже убило бы вот эта вся фигня бы. Надо аккуратнее тут ходить промеж них. Где-то был хуст. Но останков никаких не вижу. Ну все, в общем-то, не удалось мне больше найти никаких останков в этих развалинах. Вроде бы все обшарил. Ничего не нашел, кроме вот этих вот костей, которых нашел в самом начале, человеческие кости. Наверное, это и есть те самые останки путешественника, потому что даже такие вот кости они мне больше не попадались. Вот они так отображаются тут как будто бы, ну, они тут не в единственном количестве, а вот вот один цифр, как будто их можно накопить тут. Но больше мне не встречались нигде такие кости, человеческие кости. Надеюсь, это они и есть. Потому что я больше не знаю, где искать. Но если нет, то вернусь еще раз сюда и буду все еще опять более тщательно обследовать. Так, ну давайте теперь убьем выверта. Для этого нужно, как я говорил, найти самострел. Давайте в Б3 сначала сходим. Так, ищем самострел. Такой большой ящик должен быть. И попутно собираем патроны. так что эта бутылка с водой. Так, я и не понял для чего вот этот воздух, жажда, губительно действует на организм. Снижается метаболизм, возможно. Что-то еще. Давайте попьем воды. вот и боеприпасы. Тут нифига. Ящика с самострелом что-то не видно. Да и вообще никаких других ящиков не видно. Так, так, где-то еще еще. Так, это что? Нет, это не то. Совсем не то. Так, тут аптечек нет. Здесь что? Тоже нифига. Что-то даже какой-то щиток открытый. Тут же и еда у него и щиток офигеть. Какой-то электрик харчевался. Так, еще одна бутылочка с водой выпьем. Все вообще отлично стало. Так, а самострела все нет. Или я пропустил с этой покадровой анимацией. Тяжело всматриваться. Ладно, пойдемте на другой мост. Попробуем тут найти. Боеприпасы нужны. Конечно. Как же выверта убить? Так, тут нифига. Стоп. Что за ящик? Нет, не то. Канистрочки не с водой. нифига. Опять нифига. Ну и заодно надо смотреть, может быть тут где-то останки еще путешественника попадутся какие-то. Не хотелось бы второй раз сюда возвращаться. А то, что эти кости это то, что нам нужно, я не уверен. нифига тут нету. Может быть там в помойке где валяется? Не ничего. Так, это чужой ящик. Что-то я не вижу самострела. Наверное тут где-то. водичка боеприпасы вот и самострел тут в таком ящике большом. Экипируем заряжаем идем валить выверта направляемся вот сюда наверх по карте. Напомню, что здесь воевременно в сером мире выйти двумя способами можно. Либо дождаться пока кончится время, либо убить выверта. Так, где-то тут мосточки должны быть. Сейчас если время у меня еще осталось я тут довольно долго уже ну не засекал сколько уже покажу как убить выверта если не выкинет отсюда. но у меня где-то есть видео отдельно именно по серому миру поэтому нет не так уж подробно задерживаюсь тут тоже патроны найти можно водичку так идем идем вот эта машина нам понадобится будем убегать от вывершки сюда к этой машине идем вот сюда причем не торопимся ждем пока восстановится стамина чтобы от него долго бежать ну если вы не топовый какой-нибудь и вот здесь он сейчас должен появиться вылезти у меня один раз он не зареспался ай вот он убегаем напугал блять выбежал вон он этот гад убегаем убегаем вот для чего надо было приготовить стамина чтобы бежать без остановки к этой машине добегаем и запрыгиваем туда наверх на бочке вот сюда встаем здесь он не достанет в этом месте он залазит сюда но он не бьет тут вот стоите когда он не бьет все и убиваете о какой гадина страшило да жесть ладно готов забирайте орган нафига он нужен я не знаю вроде бы продать его можно что ли сколько он там стоит 7000 внутренний орган выверт так и теперь идем туда через ту местность где он тусовался чтобы активировать по-моему надо активировать пьедестал или что там уже не помню как называется вот здесь его хозяйство вывертская так ну-ка по мини-карте да вот в эту яму все правильно иду там какой-то ритуальный камень или что там что-то такое если выверта не убить то не получится его активировать даже не идите сюда прикольно сделано как монолит сталкивая оригинально что-то такое напоминает так обломки механи давайте еще раз посмотрим может тут найдем останки еще какие-нибудь но скорее всего вот эти кости это вот они и есть потому что больше они нигде мне не встретились я довольно тщательно все обыскивал и нигде не попались в кости ладно выходим активируем покинуть серый мир слепец что предложите в обмен на останки наставник убежден что погребение останков наш долг не требующий материального вознаграждения я пытаюсь убедить его что чужаки не станут работать за идею а пока ты можешь продолжить исследование серого мира в обмен на 10 урн с прахом или 10 костей наших будущих братьев но это вот он имеет ввиду вот эти вот урны с прахом ясно но мне совсем не то нужно по этим костям нифига не что ну значит я что-то не то нашел так ну-ка что за просьба сталкер который уже побывал в сером мире поведал про дневники таким образом вернусь обратно нет ну ничего вот нет по нашему делу ладно давайте еще раз я попробую туда сходить ладно буду все там внимательно тщательно искать как наткнусь запишу где эти кости там найду и останки путешественника или как я думал это вот то оно и есть то самое но нет оказывается какого-то опасности серого мира нет это все фигня ладно ладно я за кадром туда попаду порой не буду все это записывать и как наткнусь запишу не удается короче пока найти останки путешественника зато нашел такой прикол смотрите где я нахожусь в квадрате b1 не понять что тут такое но вот нашел такой оазис и он снимает жажду вот этот баф жажды смотрите сейчас подойду зайду в воду и он пропадет а вот этот баф воды не добавится вот оазис да точно он так и называется оазис последнее место в этом мире где можно спастись от губительной пустоши прикольно ну только что плохо что оно всего одно это место и чтобы до него добраться надо вообще миновать ну все дела свои сделать уже по сути чтобы туда добраться вот если бы он где-то в середине был это было бы да а так бестолковое место ну прикольно конечно но пользы от него никакой переться через всю карту чтобы сюда попасть ну это непрактично да в середине бы поместили было бы само то вот здесь ладно продолжаю искать останки ну я уже что-то совсем приуныл все уже обыскал на сто раз возможно даже они ну их не видно никак визуального так а где-то вот так раз натыкаешься и все и вот появляются останки а как это что каждый метр что ли облазил каждый метр карты вот так вот проверять поднадоело уже ладно в общем не удается мне отыскать эти чертовы останки путешественника не знаю уже все обыскал уже по сто раз уже глаза вываливаются ну и не знаю когда я в следующий раз у меня будет время поиграть поискать а серию то надо выкладывать уже и поэтому давайте на этом наверное и закончим серию может кто подскажет может знает где эти останки найти они скорее всего не рандомно выпадают потому что если рандомно бы они выпадали это вообще практически нереально было бы их тут отыскать это я натестован тут ладно еще в режиме бессмертия но и то я уже замучился я уже полдня их ищу каждое место обыскал не могу найти скорее всего они где-то статично в одном месте ну вот где фиг его знает как его найти все но у меня уже нет сил искать да и серию пора выкладывать поэтому давайте на этом закончим а в следующее вот уже когда узнаю где они эти останки ну или не знаю сам может быть найду время будет тогда продолжим и ну там осталась то фигня уже в принципе скоро уже баррот мы получим ну там пол серии уйдет на то чтобы найти его все таки получить уже наконец-то а пол серии потратим на то постреляем там по всяким мутантам вот так вот ладно все на этом закончим